Всем большой-большой привет! Я уже очень давно не снимала видео, почти два месяца, и это у меня впервые за 4 года ведения моего канала. После долгого перерыва, знаете, вот как-то сложно настроиться, взять камеру и начать снимать. Но я вот нашла все-таки время, сейчас у нас рождественские праздники, у нас Рождество 25 числа, поэтому я нашла и настроение, нашла немножко времени, решила, что откладывать больше нельзя, иначе оно, знаете, вот так вот идет колесом. Я решила, что вот, все, я сейчас сниму и расскажу, что у меня происходит, потому что у меня много девочек мне пишут сообщения, оставляют, что со мной, где я, все ли у меня в порядке. Спасибо вам огромное за ваше внимание, за ваш интерес. Да, девочки, у меня были обстоятельства, которые требовали решения и, соответственно, времени, и в личном плане, и на работе. Я решила пройти больницу для профилактики, там все анализы поздавать. И, представляете, мой гинеколог неправильно прочитала там анализы, что-то она там не так поняла, и напугала меня, что все надо, операцию делать, это все очень неприятно, это нервы. Ну, я на такие вещи не ведусь, я сразу пошла еще к другим двум врачам со своими результатами, они посмотрели, сказали, что у меня все в полном порядке, вообще идеально все-все хорошо, ничего делать не надо. И, слава богу, что действительно все хорошо, но просто вся эта история заняла у меня время, нервы, знаете, не все так просто. Еще мы поменяли на работе график работы, и теперь я работаю с 12 до 8. Я еще не привыкла к этому новому графику, еще не перестроилась, поэтому не могла никак найти время снять видео, причем со всеми изменениями я также работаю и в субботу, в воскресенье я прохожу тоже какие-то свои дополнительные курсы, мало часов, но все равно, знаете, собраться, уехать из дома, вернуться уже как бы день прошел. Вот, поэтому время на съемку видео у меня не было, потому что вечером темно, снимать я пробовала, но качество мне совсем не понравилось, и решила, что уже ладно, потерплю, и на праздниках вам все потом покажу, расскажу, какие у меня новости. Несмотря на то, что у меня были вот эти всякие разные события, я вышивала немного, но все-таки вышивала, и хочу показать вам в первую очередь, поделиться теми работами, которые у меня закончились за этот период. Итак, в ноябре я очень усердно работала над набором от Риолис «Материнская любовь». Это вышивка в технике «Полный крест», с шерстью, размер работы 30 на 35 сантиметров. Начинала я этот набор еще в апреле, у нас была такая игра, апрель месяц стартов, я там столько всего начала, мне, наверное, на 10 лет хватит дошивать эти работы. Вот, и потом потихонечку я вышивала еще эту работу, в какой-то момент отложила, и решила, что в ноябре, что пора бы мне ее и завершить. И результат перед вами, мне кажется, получился очень даже симпатично. Что могу сказать по поводу этой вышивки? Вообще, я очень люблю вышивать шерстью. У Риолис шерсть хорошего качества, поэтому одно удовольствие с ней работать. Ниток всегда хватает, их очень много еще остается. Вот, сейчас я вам покажу, я еще ничего даже не разбирала, что у меня осталось по ниточкам. Вот, целый моточек вот такого бежевого цвета, который идет на тело. И осталось у меня всех-всех цветов, не в мотках, но на планшетке. Вот, посмотрите, все цвета у меня остались. Так, чтобы у меня что-то закончилось, этого нет. Все-все-все ниточки есть, я их не переплатываю на бобинки, а просто возьму, я так подумала, планшетку и на планшетку развешу все эти нитки. Может быть, когда-то пригодится, а может быть и нет. Поэтому я время свое тратить не хочу перематыванием. Пусть они хранятся на обычной такой картонной планшетке, знаете, органайзеры. Вот, ну, ниток, видите, осталось очень-очень много. Поэтому даже без проблем можно вышивать и парковкой, и ни о чем не думать, не экономить. Я вообще выбрасывала огромные куски. Я уже знаю, как Риоль скомплектует свои наборы, поэтому не экономлю нитки, вышиваю в свое удовольствие. Итак, значит, начинаю я всегда работу снизу. Мне нравятся эти вот такими логичными путями. Снизу вверх по нарастающей первая половина работы вышивается очень-очень легко. Я вышивала здесь просто контур рук. Вот рук мамы, малыша, вот такие контуры. И потом эти контуры заполняла одним цветом. Идет здесь зашивка. Вот, поэтому ушло очень-очень легко. По сложным моментам, значит, сложности начались во второй половине работы. Ну, в принципе, волосы у малыша вышивались более-менее нормально. Вот волосы у мамы, ну, не могу сказать, что суперсложно. Ну, и уже как бы не так-то и легко. Много идет здесь разных цветов. Причем часто сменяют друг друга. Поэтому нужно было уже вышивать более сосредоточенно. Самый сложный участок, самый сложный участок, как вы понимаете, наверное, уже, это вот эти вот декоративные элементы, кружочки, цветочки. Здесь самым-самым сложным участком является вот это белое пятно. Я здесь, честно сказать, очень на нем устала. Мне хотелось забросить работу. Но хорошо, что я оставила уже его в конец всей вышивки. И, знаете, сам факт того, что осталось уже чуть-чуть, подгоняет, придает сил и не дает вот такой слабинке, что взять, отложить работу и переключиться на другую. Поэтому я потихонечку здесь и вышивала. Здесь много одиночек. По одному, по два, три крестика. Я поставила сейчас на увеличение. Не знаю, будет ли видно. Ну, вот здесь даже есть немножко белого, который идет таким скоплением цветов. А вот здесь, это вообще тут от неодиночки. Здесь такое месиво. Ужас-ужас. Ну, единственный участок, и можно с этим справиться. Это не самое страшное. В целом, конечно, все эти украшения смотрятся очень-очень красиво. Изюминкой работы является бисер, который здесь используется для украшения волос. Используется здесь два цвета бисера. Я вот так постараюсь вам немножко показать. Всегда сложно показывать на камеру бисер. Все зависит от освещения, от ракурса. Я не могу, как бы сказать, что я прям специалист и могу очень удачно вам показать бисер. Но я думаю, даже так видно, что эффект от бисера, от использования бисера здесь есть. И картина становится более интересной. Вообще, я результатом очень-очень довольна. Я давно ждала, когда же я вышью эту картину. И мне хотелось бы, конечно, ее и сразу оформить. Но я решила вышить к ней в пару. Это тоже по Риолису. Поцелуй также от Клинта. Вот, тоже шерсть. Тоже есть бисер. Такой очень плотный, большой набор. Когда буду вышивать, не знаю. Но когда-нибудь вышьется. И потом я вместе их оформлю, чтобы оформление было одинаковое. Размер одинаковый. Потому что рисковать с нашими багетными мастерскими мне очень-очень не хочется. Вот такая у меня картина получилась. Я прям ее долго очень рассматривала. Оставляла у себя на столе. Не хотела убирать. И она такая теплая. Сам сюжет очень теплый, добрый. Яркие здесь ниточки используются. Вот в волосах эти украшения. Замечательная работа. И у Риолис очень хорошая разработка. Схема легкая. Ну, в общем, в целом, да. За исключением каких-то элементов, которые я вам показывала, что они сложные. А в целом, очень удачная и хорошая разработка. Еще одна готовая работа, которую я закончила вот буквально недавно, в декабре месяце. Это наборчик от Чаоримной Мэнти. Чай с клубничкой. Это смешанная техника. Здесь используется как вышивка крестом в две, в три нитки, в две нитки и в одну ниточку. А также используется бисер. Мне в этом году очень нравится работать также и вышивать бисера. И мне давно хотелось попробовать именно вот смешанной технике, чтобы была и вышивка, и бисер. И это первая такая работа. Результатом я тоже очень-очень довольна. Хотя здесь есть много вопросов по материалам. Я говорила, что мне здесь не очень нравится канва. Хотя в готовом варианте она смотрится очень достойно. Но при использовании, при вышивке, работе с этой канвою, чувствуется, что качество не на высоком уровне. Но вот в целом это особо и незаметно. Я бы даже сказала, вообще незаметно. С нитками тоже была проблема. Нитки здесь ПНК старого образца, очень тонкие. Вышивка идет в три ниточки. И в принципе ложились крестики хорошо, но тонковато. И кое-где можно видеть просветы. Не критично, но все-таки есть немножко просветы. Так, со стороны особо не видно, но вот кое-где может быть и заметно. Когда вышиваешь и, конечно же, присматриваешься очень близко-близко, видны эти просветы. И понятно, что ниточки, конечно, не очень такого хорошего качества. Когда я приступила к этой работе, у меня была вышита баночка и у меня был вышит немножко вот чайничек. И вот эта баночка с чаем. Здесь у меня вышивки не было, соответственно, бисера. И вот в декабре я как засела за эту работу и вышила полностью-полностью вот рамочку. Вышила горшочек с геранью. Это один из моих любимых цветов. Я его люблю, потому что он неприхотливый. Хорошо цветет, растет и зимой, и летом, и радует своими цветочками. Вот. И фон, конечно, здесь был крестик в три ниточки, в две и полукрест в одну ниточку. Ну и рамочка. Вот. Все это я вышила в декабре. Когда я приступила к этой работе, мне казалось, что я буду вышивать ее долго. Как-то так, знаете, вот нудненько пошло. Пошло, хотя схема здесь элементарная. Вообще вышивается очень быстро и легко. Но какое-то такое настроение было, что мне казалось, ну как же я так долго вышиваю. Ну работа вышилась быстрая. Основная часть. Потом я приступила к вышивке бисера, который я ждала очень-очень. Мне так хотелось вышивать, повышивать бисером. И я начала с клубничек. Очень красивый здесь бисер чешский, хорошо подобрано все. Вот. И потихонечку я вышила клубнички, потом вот этот лимончик, ну и потом чашечку. Как и все девочки, я люблю кухонную посуду, чашки всякие, тарелочки красивые. Поэтому мне было очень приятно вышивать эту замечательную фарфоровую кружечку. Вот. И получилась у меня вот такая работа. Эту работу я не стирала, так как я вышивала ее быстро и аккуратно. Я просто попрыскала потом водичкой, где у меня была небольшая разметка точечками внизу. Разметка ушла, прогладила и все, работа готова. Я решила не стирать, чтобы вдруг не потекли какие-то нитки, еще какие-то неприятности. Вот. Пусть будет так. Очень-очень я рада, что я ее вышила. Результатом довольно. В общем, бисера мне всего хватило. Был, конечно, немножко и бракованный бисер. Выбирала. Но в целом всего хватило. Нитки. А, ниток. Мне, кстати, много ниток не хватило. Вот. Вспомнила. Видите, давно я не снимала, ничего не записывала. Уже все, все-все позабывалось, что у меня было в процессе. Не хватило у меня, по-моему, три цвета. Я их подбирала из ПНК, подбирала из ДМС и дошивала немного. Но все-таки был такой момент, что ниток мне не хватило. Они рвались, они были тонкие, путались. В общем, нитками я здесь очень недовольна. Но менять не стала, потому что, ну, купила набор. И еще менять все составляющие в наборе, это не дело. Вышила всеми материалами, которые были положены в сам набор. Ну, и результат, вы видите, мне кажется, получилось очень красиво. Ее бы оформить, да повесить где-нибудь на кухне, чтобы когда пить чай, вот, смотреть и на эту красоту. Вот, девочки, мальчики, такие у меня новости. Такие у меня результаты. Сниму вам еще несколько видео. Может быть, сейчас сниму о покупках. Ну, и потом нужно подготовить, наверное, видео уже о итогах года, о планах, ну и так далее. Покажу там все процессы. Не буду снимать отдельное видео по процессам. Наверное, может быть, сделаю все в одном видео. Такие мои новости. Постараюсь теперь не теряться и почаще снова быть с вами. Желаю вам хорошего настроения, праздников, здоровья, счастья, любви. И, конечно же, творческого настроения, исполнения желаний и всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.